Месяц Рамадан Месяц Рамадан – это время, когда каждый верующий может переосмыслить свою жизнь. Согласно достоверным хадисам и Корану, совершение благих дел считается особенно важным. Аллах увеличивает значимость каждого из них многократно. Милостыня является средством приближения ко Всевышнему, выплачиваемое нуждающимся с намерением заслужить довольство Всевышнего. Также является защитой от бед этого мира и последующего. Закят Аль-Фитр – милостыня разговения – это обязательное для мусульман пожертвование. Закят Аль-Фитр установлен в исламском мире с целью помочь бедным, тем, кто нуждается, избавив их таким образом от нужды обращаться с просьбой в праздничный день разговения, а помогающим – с целью искупления допущенных ими во время поста укущений и прегрешений. Посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Ос, человек, остается подвешенным между небом и землей, пока он не выплатит садака Аль-Фитр». Всевышний Аллах проявляет милость каждому из нас. Но и мы, как и он, наместники на земле, просто обязаны проявлять милость друг другу. И в первую очередь к тем, кто попал в беду, кто нуждается, кто недоедает. Слава Богу, в нашей стране нет голодающих, нет умирающих от голода. Но, тем не менее, если присмотреться внимательнее, то есть нуждающиеся. Так вот, в Священный Месяц Рамадан предусмотрена специальная милостыня. Закят Аль-Фитр – обязательная милостыня верующего оказать помощь попавшему в беду. «Пост твой будет подвешенным между небом и землей до тех пор, пока ты не вручишь эту помощь нуждающемуся». Эти деяния дополняют всю ту духовность, которую мусульманин на протяжении всего месяца читает Коран, вникает в содержание его и совершает благодеяние. «Именно эта садака является тоже одним из видов благодеяния». А Всевышний, как мы и выше говорили, в течение месяца Рамадана, одно благое дело засчитывает за 700 его наград. Как это значимо, верующие, как это помогает очистить свою душу от грехов и получить это вознаграждение от Всевышнего Господа. Дорогие братья и сестры, я призываю вас к тому, чтобы никто рядом из нуждающихся не оказался вами неодаренным. Проявите внимание, проявите сердечную доброту, свое искреннее милосердие. Пусть Аллах примет все ваши деяния в этот священный месяц Рамадана. Ассаляму алейкум, барахмут вае, барахмут вае. Закят – это не просто налог. В исламе это важнейший социально-экономический институт, призванный утвердить в мусульманском обществе принципы справедливости, которая затрагивает многие аспекты жизнедеятельности. Верующий должен выплатить закят альфитр в пользу неимущих от себя и от тех, кого он обеспечивает в семье. Пророк, мир ему, сказал – отдавайте закят альфитр за тех, кого вы обязаны содержать. Неотъемлемой частью мусульманского поста является выплата милостыни. Мусульманин, верующий, который постился весь месяц Рамадан, конечно же, возможно, что он в течение поста совершал какие-то нежелательные мелкие прегрешения. И сам пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум, говорил, что пост постящегося застывает и замирает между небом и землей до тех пор, пока человек по окончании поста не выплатит милостыню. Соответственно, мы понимаем, что эта милостыня является искуплением тех самых совершенных мелких отлошностей в течение месяца Рамадан. Выплата этой милостыни в день праздника является дополнительным таким стимулом по распространению целей благоденствия, по распространению целей добропорядочности, совершения благих деяний в среде верующих. Конечно же, мы понимаем, что выплата этой милостыни является очищением души человека. Само даже слово «закят» с арабского языка переводится как «очищение». Тем самым человек очищает как свое имущество, очищает свой пост, очищает свою душу. Это высокое дело выплаты милостыни, распространения добра среди людей. И, конечно же, мы здесь, в Беларуси, особенно ценим эту возможность выплаты милостыни и распространения добра и помощи ближнего. Всевышний Аллах, возложив на мусульман обязанность выплаты закята, проявил огромную милость и глубокую мудрость. Ведь в закяте очень много пользы. Это и борьба с бедностью, и усиление братства между мусульманами, и воспитание в мусульманах щедрости, очищение от жадности и скупости сердец, предание барраката материальному состоянию человека, а также при умножении имущества мусульманина и защита его от бед и даже болезней. Всевышний Аллах вменил общение Мухаммада, мир ему, в закят Аль-Фитр, чтобы избавить нуждающихся от просьб в день праздника, и чтобы он послужил ускуплением упущений, допущенных во время поста. Ибо Набас рассказывал, пророк, мир ему, обязывал выплачивать закят Аль-Фитр как очищение для постящегося человека от пустых разговоров и как пропитание для неимущих. Кто бы не уплатил его до праздничной молитвы, это приемлемый закят. А кто выплатил его после молитвы, в таком случае он рассматривается как милостыня. Важную роль в исламе занимает благотворительность. Это средство укрепления братства, единства. Это средство лишний раз напомнить себе и другим о том, что мы нужны друг другу. В нашем объединении ежегодно проходят различные акции. В том числе в месяце Рамадан проходит благотворительная акция для нуждающихся, когда в разные регионы, в разные общины передаются продуктовые наборы. Нужно отметить, что во всех наших благотворительных мероприятиях большую роль отыгрывают представители посольства Республики Турция в Республике Беларусь и Управление по делам религии Турции, а также неравнодушные прихожане нашей мечети, которые помнят хадис пророка, который гласит, что милостыня не убавляет имущества. Действительно это так. Каждый человек, который делится тем, что у него есть, может заметить это в своей жизни, насколько его благополучие, благосостояние зависит от того, что он думает не только о себе. Пусть Всевышний примет все наши добрые дела, слова и намерения. Выплата закят Аль-Фитра становится обязательной с восходом солнца праздничного дня у разы Байрама. И желательно завершить выплату до праздничного намаза. Также разрешается выплатить закят Аль-Фитра с началом наступления Рамадана и в течение всего месяца. В Коране сказано «Совершайте намаз и выплачивайте закят. Все то доброе, что вы подготовите для себя, вы найдете у Аллаха. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok